Привет! Сегодня, как я в прошлый раз обещал, расскажу о маленьком принципиальном отличии и вообще об особенности тренировки женского тела и женского организма. В принципе, женский тренировочный процесс мало чем отличается от мужского. Пусть это касается набора мышечной массы или сброса лишнего веса. Но есть несколько маленьких нюансов. И кроются они в отличии женского и мужского организма. Именно эти отличия и вносят свои перегревы в тренировочный процесс. Если понимать, в чем разница и для чего назначен мужской и женский организм, тогда, в принципе, в женской тренировке никаких трудностей не возникает. Первое, да, это куча признаков половых, морфологических и прочее. Начнем по порядку. Отличия в гормональном фоне. Женский гормональный фон, в нем преобладают, в основном, женские гормоны эстрогены и эстрогеноподобные. А в мужском организме преобладает мужской гормон тесостерон. В принципе, и в мужском и женском организме есть и те, и те гормоны. Просто отличаются организмы и концентрации этих гормонов. Если там большую часть в женском организме концентрации эстрогенов больше, чем тестостерон, а то в мужском, все совсем наоборот. В принципе, гормональные отличия накладывают отпечаток потом на большую часть остальных отличий, которыми заметен женский организм и женское тело. Первое, это то, что зависит от гормонального фона, это второй пункт из наших отличий, это процент жира относительно общей массы тела. Женское тело, если за это килограмм 50-60 весом, то процент жира в нем может быть от 20 до 25% от общей массы тела. В мужском организме нормальное количество жира, это порядка 15% от общей массы тела. Разница, смотри, практически в 10%. Зачем эта разница нужна женскому организму? Да все просто. Женские гормоны, женский организм рассчитаны на накопление энергии. На колоссальное накопление. Причем, чем больше организм женский накапливает энергию, тем спокойнее он себя чувствует. Грубо говоря, у него есть еще кладовка дополнительная с дополнительными консервами. Это нужно для того, чтобы выносить и родить ребенка. Женский организм создан для рождения. И все его функции, и весь он заточен на то, чтобы быть способным выносить еще один организм, еще одного человека. И, естественно, родить его. А это требует колоссального напряжения. И колоссальных затрат энергии. Допустим, вот эта разница в 10% жировых отложениях, да, обусловливается тем, что женщине для того, чтобы выносить и родить ребенка, нужно порядка 80 или 90 тысяч калорий. С момента зачатия до рождения. Вот тебе и прикол. Это ни много ни мало 10 килограмм жира. Дальше. Геометрическая разница. Ноги у женщины, нижняя часть тела, тазы ноги, по длине и, соответственно, по массе преобладают над верхней. То есть, центр тяжести у женщины находится относительно наших внутренних органов, да, ниже, чем у мужчины. То есть, он там находится в районе попы. Это обусловлено тем, что, в принципе, ноги женские, они в процентном отношении вверх-вниз весят гораздо больше, чем верхняя часть тела. У мужчины примерно 50 на 50. И это нужно, опять же, и, соответственно, ноги у женщины, самая сильная часть ее тела. Это нужно, опять же, для того, чтобы организм был способен носить и не терять равновесие, кстати. Легче держать равновесие, то есть, из-за этого центр тяжести снижен, да, при беременности. То есть, для того, чтобы человеку было удобно ходить и передвигаться, и нормально, устойчиво себя чувствовать, имея в животе еще одно человеческое создание. Восстановление энергетики, в частности, гликогена. Такая маленькая фишка, сколько бы женщина не зарасходовала гликогена за день, за сутки она восполнит полностью все запасы. Период восстановления запасов гликогена у женщины сутки. У мужчины этот срок может занимать от двух до четырех суток. Все зависит от скорости усвоения глюкозы, от способности его инсулина, и способности его клеток принимать глюкозу. Разница сумасшедшая. И при всем при этом уровень обменного вещества у женщины ниже, чем у мужчины. Это обусловлено, опять же, гормональной концентрацией, то есть эстрогены преобладают над тестостероном, плюс обусловлено количеством жира в теле. У женщины пассивная масса, то есть жир, он не напрягается, как Арнольд, как ты сказал, больше. Соответственно, калории она тратит там активными своими частями тела и структурами, теми же мышцами меньше, потому что их меньше по определению. Но энергетически женщина восстанавливается быстрее, чем мужчина. Это, опять же, приспособленность к энергозатратам и их восполнению, опять же, зародов. Нервная и сердечно-сосудистая системы у женщины гораздо прочнее эластичные, чем мужские. Женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют в 8 или в 10 раз реже, чем мужчины. И нервная система более устойчивая к разным внешним раздражителям и более приспособлена к контакту с внешней средой. Опять же, один маленький факт. Если одинаковый вес тела мужчины и женщины взять, да, оба висит 60 кг, то если женщина потеряет литр крови, ей не нужно будет даже переливания. Она, в принципе, физиологически сама нормально с этим дефицитом справится и восполнит. А если мужчина потеряет литр крови, у него будет критическое состояние. Но при всем при этом частота сердечных сокращений, вообще интенсивность сердечных сокращений у женщины ниже, чем у мужчины. И из-за этого давление артериальное для женщины нормальное, более низкое, чем мужское. Очень много женщин, кстати, это, ну, наверное, замечал, обладают слегка пониженным давлением, и они себя чувствуют нормально. Ну, это тоже нормально. Это из-за особенностей сердечно-сосудистой системы. Так, женщины легче используют жир в энергообмене. Почему, объясню чуть позже. Но они больше боятся переборов в углеводах, что очень резко и очень быстро сказывается на количестве их подкожного жира. Но жир, сам по себе, женский организм использует легче и интенсивнее, чем мужской. Для того, чтобы исполнять запасы энергии. Это, опять же, приспособленность к аналитическому дефициту при беременности. И вот дальше про жир у женщины. Помнишь, я рассказывал про типы мышечных волокон? Быстрые, медленные и быстро-медленные. Так вот, у женщины преобладают медленные мышечные волокна. Которые как раз в основном являются выносливыми и предназначены для работы на жире с помощью его окисления. А у мужчины преобладают быстрые мышечные волокна, которые толстые, сильные, мощные, но при этом очень быстро аналитически источаются, потому что они, жир не способны перерабатывать, они работают без кислорода на глюкозе. Еще один маленький факт. Женщины имеют менее глубокое дыхание, чем мужчины. Подавляющее большинство женщин дышит верхней частью легких. И обладает грудным дыханием, это называется. Мужчина, подавляющее большинство мужчин обладает брюшным дыханием. То есть дышит животом. И, соответственно, степень использования легких у тех и у других разная. Женщины меньше используют собственные легкие для дыхания, чем мужчины. Соответственно, называется жизненная емкость легких. У женщины на один литр меньше, чем у мужчины, в среднем. И, соответственно, вентиляция легких, женских, из-за этого учащенного и мелкого дыхания, не такого глубокого, на 30% ниже, чем мужская. Ну, тоже такой маленький факт. Рост скелета у мужчины продолжается лет до 25, а у женщины максимум 19 лет он прекращается. Обусловлено это, опять же, уровнем скорости полового созревания. То есть скелет должен прекратить, женский скелет должен прекратить расти до того момента, как женщина будет готова рожать. То есть когда ее организм уже готов будет беременеть и рожать. То есть до этого момента скелет уже должен вырасти. Для того, чтобы плоду уже потом... Никакие другие факторы не мешали развиваться. И еще один маленький прикол. Процентное содержание воды, даже воды в организме, мужчины и женщины отличаются. В среднем, там, взрослый мужчина состоит на 60% из воды, а женщина на 50%, при этом обладая большими запасами жира. Из всего вышесказанного делается один маленький вывод. Женский организм более сильный, более мощный, более приспособленный к контакту с окружающей средой, к стрессовым ситуациям и прочим. Как бы это странно ни звучало. И, ну, это даже видно сейчас по жизни. Кто большую деловую и финансовую и прочую активность мощную в общей массе проявляет, я не говорю про очень богатых людей. Я говорю про тех людей, которые работают с утра до вечера. Это даже отражается, даже на этом. Работающих женщин сейчас гораздо больше, чем мужчин. Это отражается даже в этом. И, ну, а есть один маленький нюанс. Женский организм абсолютно не предназначен для наращивания ни единой мышечной клетки. Это все обусловлено гормональным фоном и целью, для которой женский организм предназначен. Женщина должна подарить новую жизнь, соответственно, зачать и выносить, и родить ребенка. И вся система построена на этом. Соответственно, любые другие факторы, которые могут отнимать энергию у плода, который в этот момент растет, они абсолютно исключены. А мышцы, там, повышенная сила и все остальное, это вот как раз дополнительные энергоемкие процессы, которые нежелательны, мягко говоря, или под запретом вообще для женского организма. Просто для того, что энергия нужна у него для другого. Соответственно, ни одна женщина, если она не пользуется стероидами, естественно, я об этом и не говорю, ни одна женщина, там, за всю свою жизнь не способна набрать, там, ну, в пределах больше двух килограмм мышц вообще. Я имею в виду, новые мышечные клетки, они раздутые объемы тех, которые уже есть. И поэтому тренировка женщины должна быть построена именно с такой целью. Допустим, большинство женщин хочет похудеть или подкорректировать фигуру, это факт. Маленький процент женщин пытаются навастить мышечную массу для того, чтобы выступать на чемпионатах. Поэтому мы сейчас говорим о целях большинства. Так вот, женский организм, да, у нее обмен веществ базовый пониже, чем у мужского. Соответственно, тренировку нужно строить так, чтобы максимально зашкалить и поднять уровень этого обмена веществ. А сделать это можно легко и эффективно одним способом. Заставить женский организм тратить больше энергии, чем она тратила обычно. И для этого не надо заставлять ее таскать железки часами в зале или бегать на орбитреке или на дорожке сутками. Есть другой, более легкий, но ментально для многих психически такой противный способ. Нужно заставить женские мышечные клетки разрушиться. Грубо говоря, на каждой тренировке женского тела преследовать одну цель. Разрушить мышечные клетки настолько, чтобы после каждой тренировки испытывать крепотуру. Один маленький нюанс. Восстановление поврежденных мышечных белковых структур у организма отнимает в разы больше энергии, чем просто восстановление энергетики. Там суперкомпенсация ликогена, там и прочее, прочее, прочее. Поэтому, самый эффективный способ тренировки для женщины на моей практике, то, что я видел уже не один раз и испытано уже давно. Это короткие, очень мощные, редкие тренировки, которые все время женщину подлавливают в состояние растренированности. Для того, чтобы она после каждой тренировки испытывала пару-тройку дней крепотуру в определенных мышцах, которые прорабатывала. Для этого не надо час-два сидеть в зале. Достаточно разбить тренировочный процесс на сплит из трех групп мышц. Руки, плечи, грудь, спина, ноги отдельно. Ноги с прессом, пускай, будут. И вот с интервалом раз в трое суток или в четверо суток, как Менсор еще, это Менсор еще говорил. И как бы этот подход работает. Заставляйте, прорабатывайте мышечную группу. Мощное, тяжело за 30-40 минут достаточно. И получается, редкие тренировки будут женский организм ловить все время в состоянии энергетической растренированности. Из-за скорости ее восстановления энергетики очень быстро она проскакивает в состояние суперкомпенсации. И очень быстро наступает в состояние растренированности. Поэтому тренированность для того, чтобы поддерживать, женщине нужно чаще тренироваться. Но тренированное тело не разрушается. Оно поэтому и создает эту тренированность, чтобы не разрушаться. И получает замкнутый круг, который нужно потом разрывать отдыха. Вот. Женский организм легче ловить состояние растренированности, просто не давая ей тренироваться в течение трех-четверо суток. И потом приходить делать точечный мощный удар за 30-40 минут в зале. Там на ноги с прессом, или на руки с плечами, или на грудь со спиной. И потом просто со следующего дня испытывая крепатуру, просто нормально правильно питаться, и при этом при всем испытывая, тратить кучу энергии во время отдыха, женский организм будет больше энергии тратить для того, чтобы избавиться от этой крепатуры, чем в тот день, когда она тренировалась. И это работает на раз-два. Достаточно слегка подкорректировать питание, и жировые отложения через 3-4 недели после начала таких тренировок начинают таять на глазах. За счет колоссальных затрат энергии разгона сумасшедшего обмена веществ. Только есть один маленький нюанс. Да, это силовые тренировки. Но у женщины изначально скелеты, кости более тонкие, чем мужские. Соответственно, суставы у женщины тоже менее прочные. И связки. Поэтому для того, чтобы не гробить эти женские нежные суставчики и связочки 6-8 повторениями, можно работать просто в отказном стиле. На те же ноги можно сделать 30-40 жимов ногами. До отказа просто от работовых. То есть брать диапазон повторения от 12 до 20, до 40, до 50, в некоторых упражнениях даже до 70 повторений. И добившись этого отказа, уходить домой, ждать состояния растренированности и приходить тренироваться опять. И результат обеспечен будет. Это и формирует же сами очертания женского тела, потому что развиваются абсолютно все волокна при таком подходе. Потому что нет мышечных волокон, которые не участвуют в подходе, который длится 30-40-50 повторений. Все типы участвуют. И быстрые, и медленные, и быстро-медленные. И женское тело от этого просто колоссально преображается, при этом сжигая жир. А вот контуры гитары этой создают именно мышцы, и, кстати, мышечные волокна, которые являются быстрыми. Которые тут же включаются в работу, хотя в обычной жизни женщина их не использует. Вот и все. И здесь нет никаких секретов, нет никаких супер-пупер-мудреных способов и всего остального. Все эти супер-пупер-мудрости начинают появляться тогда, когда есть проблемы со здоровьем. Ну, либо же беременность. А так, все достаточно просто. Ну, а на сегодняшний день, такой краткий рассказ о женских тренировках я закончил. Да, кстати, из-за наличия более крупной грудной железы у женщины, у многих женщин часто обладают проблемы, ну, есть наличие проблемы со спиной, с грудным отделом или с поясницей. Соответственно, просто начало от женских тренировок лучше начинать с тренировки ног и спины. Для того, чтобы у женщины потом никогда с этим делом не было проблем. А потом заниматься уже всеми остальными целями. Похудением, формированием и прочим. Да, еще один момент. В тренажерном зале женская грудь не корректируется. Это заблуждение. Для того, чтобы приподнять железу, да, там, как женщина говорит, я сейчас накачаю мышцы там груди, и я приподниму железу. Ну, дело в том, что изначально эти мышцы груди тоньше, чем мужские, раз в пять, если не в десять, это раз. Изначально уже, которые лежат под железой. А во-вторых, их там меньше. И в-третьих, опять же, строя новые мышечные волокна, женщина разгоняет обмен веществ, которые начинают сжигать на ней жир. А железа у груди состоит почти полностью из жира. Жировая ткань. И получается тут тупиковый вариант. Она вроде приподнимается, даже если получается наращивать мышцы, эта железа вроде приподнимается, но при этом она начинает уменьшаться в размерах, потому что общее количество жира у женского организма начинает уменьшаться. Поэтому это просто миф. Соответственно, для того, чтобы корректировать женскую грудь, надо идти не в тренажерный зал, а в первую очередь к пластическому хирургу. Хотя, насколько я знаю, пластические хирурги тоже рекомендуют сначала походить в тренажерный зал. Просто потому, что имплантант лучше и естественнее ставить под мышцу, которая развитая, которая есть в наличии. Вот и все. Ну, теперь же точно все. А дальше смотри очередную тренировку второй фазы с химиклентами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...